Доброе утро, уважаемые трейдеры! Рад приветствовать вас на торговой сессии в четверг. Меня зовут Александр Наконечный. Сейчас мы с вами разберем ключевые события предстоящего дня. В первую очередь хочется отметить, что продолжается саммит БРИКСБ, который проходит сейчас в Бразилии. Участники пока делают заявления, каких-то громких договоренностей и заявлений еще не было сделано. Посмотрим, чем закончится второй день. Основные финансовые активы пока никак не изменили свое направление в результате проведения данного саммита. Поэтому пока мы наблюдаем, что будет проходить именно во второй день. Что касается встречи президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Эрдогана, здесь опять-таки идет второй день переговоров. Мы с вами знаем, что основная цель встречи – это увеличение торгового оборота между США и Турцией. Это позитивная новость для обеих стран. Пока наблюдаем за процессом. Каких-то договоренностей не было подписано, но ожидается, что они будут подписаны именно сегодня. Мы вчера с вами обсуждали нефть. Нефть марки Брент. Действительно, вчера нефть снизилась до уровня 61,60. И после этого мы увидели резкое восстановление. Цена отбилась от этого уровня. Позиция на продажу у нас была закрыта с безубытком. И сейчас позицию на продажу я пока не рекомендую рассматривать, потому что уровень оказался достаточно сильным. И сейчас в преддверии заседания ОПЕК ежемесячного отчета, который сегодня состоится в 14.00 по московскому времени, также мы сегодня с вами увидим отчет от информационного агентства США. Это еженедельные отчеты по нефти, в том числе прогнозы там такие, что сейчас у коммерческих организаций запасы по нефти будут всего увеличены на 1,7 миллионов баррелей. Напомню, что на прошлой неделе увеличение было практически на 8 миллионов баррелей. То есть сокращение достаточно существенное. Новость выйдет уже в американскую сессию. Необходимо внимательно следить за этими новостями. Не всегда прогнозируемое значение бьется с фактическим. Но о снижении нефти пока говорить не приходится. И прогноз я бы сейчас изменил на позитивный, на рост до уровня 63-64. И максимальный уровень, где точно мы будем ожидать коррекцию, в районе уровня 65. Что касается евро-доллара. Евро-доллар также был в хорошем нисходящем тренде. Мы несколько раз протестировали уровень 1.10. Достаточно сильный уровень. Он психологический, он технически достаточно сильный. И цена с первого раза этого уровня не смогла пробить. Мы опускались до уровня 1.09.80, 1.09.70. Но закрепиться там не удалось. И тем самым, я думаю, что может образоваться коридор перед дальнейшим пробитем вниз. Коридор в районе 1.10.50, 1.09.50. Пока по евро-доллару ожидания именно такие. Хочется разобрать также золото. Достаточно сильный металл. Золото, если мы с вами посмотрим на дневном графике, имеет достаточно удлиненную консолидацию. И вчера мы с вами увидели тест нижнего уровня. Тест нижнего уровня в районе 1.460. Могу сказать, что уровень оказался достаточно сильным. И сейчас мы увидели, что цена очень резко отскочила от этого уровня. Прогноз сейчас только на повышение. После таких отскоков золота редко возвращается вниз. Поэтому жду восстановления до уровня 1.500-1.515. Ну, в принципе, на этом все. С вами был Александр Наконечный. Вам хочу пожелать успешной торговли. Всего наилучшего!